Девочка-пай В детективное агентство пришла чрезвычайно взволнованная клиентка. Я уже 10 минут здесь стою, вы понимаете, что у меня все украли, все! Не волнуйтесь, пожалуйста, я сейчас узнаю. Алексей Викторович, клиентка, вы сможете ее принять? Да, пусть заходит. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, я Насонов Алексей Викторович. Нелли Васильевна Крымова. Присаживайтесь, Нелли Васильевна. У меня в Лаборантской произошла кража. И что у вас украли? Документы и письма. А что за Лаборантская? Дело в том, что я в школе работаю, я учитель химии. Школа не самое удобное место для хранения документов? Там были не только документы, там были письма личные, ну, любовные письма. Понимаете, у меня муж обнаружил их и устроил грандиозный скандал из-за этого. Я сказала ему, что я их сожгла, а сама на самом деле я отнесла в школу и спрятала в сейфе. А кому могли понадобиться эти письма? Нет, я думаю, никому, но там дело в другом. Понимаете, там лежала расписка. Я полгода назад одолжила деньги нашему учителю физкультуры Ивану Тропову. А сколько вы одолжили, если не секрет? Три тысячи долларов. Это все мои сбережения. А когда он должен вернуть вам деньги? Через три месяца. Скажите, а Тропов мог знать, где вы храните расписку? Да, да, конечно, он знал. Я же деньги ему отдала прямо в школе, там, в Лаборантской. И он сразу написал расписку, я на его глазах положила это в эту шкатулку и убрала в сейф. Скажите, а Тропов не заводил каких-то разговоров об отсрочке и выплате долго? И вообще, когда вы видели последний раз, и какие у вас с ним отношения? Он взял отпуск на две недели за свой счет. Но вчера я его видела в школе, мне это не заговаривало об отсрочке. Так вот что, Нэль Васильевна, нам надо съездить в школу, а лучше сделать это сейчас, чтобы нам не помешали ученики. Вы сможете сейчас провести школу меня и моего помощника? Да, конечно. Детектив Алексей Насонов решил осмотреть лаборантскую кабинет о химии и сейф. Ивана, смотри замок, пожалуйста. Хорошо. Ну вот, пожалуйста, вот этот сейф. Ага. Следов взлома я не вижу. А ключ только у вас от этого сейфа? Ну да, конечно. Он у меня вот здесь всегда лежит. Нэль Васильевна, вы меня удивляете. Что, ключ все время хранился здесь? Ну да, конечно. А сколько Тропов работает в школе? Лет десять уже работает. То есть Тропов, скорее всего, знал, где хранится ключ? Ну да, конечно. А где лежали письма? Вот здесь, на этой полке. Скажите, а можно где-то сейчас достать фотографию Тропова? Может быть, в отделе кадров, в личном деле? Подождите, подождите. Его фотографии есть на доске почета, в фойе на первом этаже. Он участвовал в конкурсе «Учитель года» и завоевал второе место, между прочим. Пойдемте вниз. Держите. Вот он. Алло, Юля. Запиши, пожалуйста, данные. Тропов Иван Владимирович, учитель физкультуры. Крупнее его возьми. Это я не тебе. Надо установить место жительства его. Остальное тебе объяснит Иван. Тропов зачем-то взял отгул в школе. Как только будет его адрес, сразу устанавливаем за ним наблюдение. Надо выяснить, что он за человек и чем он занимается. Угу. Ладно. Помощники, по указанию детектива Алексея Насонова, разыскали квартиру Ивана Тропова. Здесь живет Иван Владимирович Тропов. А вы, собственно говоря, кто? Мы из газеты. Пишем статью о конкурсе «Учитель года». Иван Владимирович занял там второе место, вот бы и хотелось бы с ним. Боюсь, что я ничего вам не могу помочь. Мы снимаем квартиру у Тропова. А как нам теперь его найти? Может быть, он оставил свой новый адрес или хотя бы телефон? Нет, мы с ним виделись только один раз, когда договор подписывали. А деньги за квартиру передаем через агента по найму. Ясно. Ну ладно, извините. Спасибо вам большое. Юль, тебе ничего не показалось странным? Человек берет отпуск за свой счет в школе. Квартиру сдал, сам живет непонятно где, как будто скрывается от кого-то. Неспроста все это. Алексей Викторович. Да. Мы выяснили, что Тропов сдает квартиру, а его квартиранты нового адреса и телефона не знают. А у Тропова у отчества Владимирович? Да. Значит так, надо найти всех Троповых Владимиров чуть старше 60 лет. После подъезжать их в школе. А я попробую еще раз поговорить с клиенткой. Алексей Викторович. Ну что, нашли что-нибудь? Да, три Владимира Троповых. Возраст 62, 65 и 87. Придется проверять всех троих. Ну да. Хотя, конечно, не факт, что он живет у родителей, он может жить где угодно. У друзей, у любовницы, в гостинице. Здравствуйте. Здравствуйте, Нелия Васильевна. Скажите, что есть какие-то новости, да? Вы знаете, ничем порадовать вас не могу. Мы не можем найти Тропова. В своей квартире он не живет, он ее сдает. Вот. А скажите, обычно школьные преподаватели все про всех знают. Никто не говорил, куда он мог деться, куда он мог переехать. Да нет. Нет, по-моему, ничего такого не припоминаю. Послушайте, у нас же сегодня зарплата. После 13 ее будут выдавать. Я думаю, что он просто обязательно появится в школе. Замечательно. Помощникам удалось установить наблюдение за подозреваемым Иваном Троповым. О, а вот и Тропов. С зарплатой. Здравствуйте, Иван Владимирович. Я же просил вас не приходить сюда. А что вы мне предлагаете? Мне срочно деньги нужны. Я сказал, все отдам. Я продал машину, сдал квартиру. Не волнуйтесь, я все отдам. Чем быстрее, тем лучше. Вы же понимаете. Понимаю, я сказал, все отдам. Я вам позвоню. Завтра. Подождите, подождите. Вот, возьмите. Сегодня получил. Расписку напишите, пожалуйста. Хорошо. Что бы это значило? Шантаж. Кажется, у нашего учителя проблемы с финансами. Думаешь, он укрыл расписку? Не знаю. Да интересно другое. Что это за кредитор такой загадочный? Давай, знаешь, как сделаем? Ты побудь здесь на случай, если Тропов выйдет куда-нибудь из дома. А я погуляю за этим дяденьким и посмотрю, куда он тратит денежки Тропову. Давай. Помощник Иван выяснил, после получения денег кредитор Тропова отправился в больницу. Слушаю. Алло, Алексей Викторович. Я. У Тропова действительно был мотив выкрасть расписку. Он встречался с каким-то мужиком, отдал ему физзарплату. Я пошел за ним. После встречи с Троповым он зашел в больницу. Так, Иван, возвращайся к Юле. Больницей займемся позже. Сейчас главное не упустить Тропова. Ну что, удалось что-нибудь выяснить? Он зашел в больницу, чтобы велел сюда возвращаться. Смотри-ка. Кажется, это Сантропова. Это опять он приходил? Да. Пришлось отдать ему всю зарплату. Послушаем. Он тебя шантажирует, папа. Он деньги вытягивает. Я вообще бы лучше молчал. Я тебя породил, я тебя и убью скотиной. В детективное агентство обратилась учительница химии Нелли Васильевна Крымова. У нее из сейфа пропали документы и личные письма. Сейф стоял в подсобанном помещении класса. Среди прочего, там хранилась расписка на три тысячи долларов. Эти деньги клиентка одолжила учителю физкультуры Ивану Тропову. Детективы с трудом разыскали Тропова. Он не живет у себя дома. Помощники стали свидетелями разговора Тропова с каким-то странным мужчиной. Тропов отдал ему всю зарплату в счет долга. После этого кредитор отправился в больницу. Очевидно, у Тропова был повод украсть расписку. Если ты еще хоть раз, если ты еще хоть раз сядешь за руль, никогда, ты понял? Никогда! Да я не виноват, он сам на дорогу выстучил. Виноват, не виноват. А парень в больнице теперь? Извини. Как он там? Как? Три зуба выбито. Внутренние органы слегка травмированы. Но ничего, Бог даст, до свадьбы заживет. Теперь надо оплачивать лечение парню, имплантанты ему вставлять. Ну ладно. За сданную квартиру денежки капают. Бог даст расплатимся за сбитого парня и Крымовый долг в срок отдадим. И переедем в новую квартиру. Ай! Ну ладно. Слабак, давай, плечи выпрями, грудь колесом. Ну! Давай, вперед! Вперед! Матери ни слова, понял? Да? Детектив Алексей Насонов рассказал Нелли Крымовой, что Иван Тропов не причастен к краже документов. У Тропова действительно серьезная финансовая проблема. Его сын сбил человека, и он должен оплатить ему лечение. А долг вам он собирался отдавать, как и обещал. Значит, Тропов не знал, что расписка пропала. Господи, Боже мой, вы меня просто успокоили. Вы не представляете. Господи, я же все эти дни думала только об этой истории, о нем. Думала, если он действительно вор, то как же он тогда может преподавать, учить детей? Нелли Васильевна, а может быть, похитители интересовали именно ваши письма? Кто их автор? Вообще, там были письма от трех человек. Вот кому-нибудь из них эти письма могли навредить? Я думаю, нет. Хотя, знаете, там часть писем была написана от депутата нашего районного собрания Николая Гречкина. А чем же они могли ему навредить? Что, депутатам запрещено влюбляться? Просто на днях я узнала, что его выдвинули на пост главы управы. Понятно. Значит, глава управы влюбиться не может. Он женат. Николай Гречкин. Женат. Так, а как у него отчество? То есть, сколько ему лет? Николай Сергеевич, ему, когда встречались, было сорок, значит... Детективы установили наблюдение за старым знакомым клиентки Николаем Гречкиным. Что-то не похоже, что он старается заботиться о своем моральном облике. Тебе не кажется, что эта женщина знакома? Нет. Возможно, она проходила по старым делам. Надо проверить базу. Наблюдение показало, что Гречкин встречается с некой женщиной. Лицо с женщиной показалось знакомым Алексею Насонову. Все-таки я ее где-то видел. Ты что, замерз? Ну, иди в машину погрейся, потом сменишь меня. Спасибо. Детектив Алексея Насонов обнаружил, что за ними кто-то наблюдает. Иван, видишь Бритоголова? Да. Похоже, он за тобой следит. Понял. Слушай, делаем так. Выходи из машины и попробуй отвезти его в сторону. Сейчас выясним, кто он такой. Что такой будешь, а? Я охранник из охранного агентства. Не рыпайся. Удозрение в нагрудном кармане. Сейчас посмотрим, дай достану. Я злый. Ну, дай посмотреть, что за охранник ты такой. Какого лешего вы за моим клиентом ходите? Я же видел, как вы за ним присматриваете. Ты Гречкина, что ли, охраняешь? Да, Гречкина. Так, слушай, вот что. Держи мою визитку, передай себе ему хозяину. Пусть он мне позвонит, я ему все объясню. Понятно? Хорошо, я передам. Расходимся, мужики. И чтобы я вас возле этого кафе не видел. Ясно? Чего? Визитку хозяину передай. Алексей Викторович, проверил по базе? Ничего нет. Так, а я, кажется, вспомнил. А где у нас фотографии доски почета? Не то. Вот. Не может быть. Ильяна Алла Олеговна. Завуч, ничего себе. Да, теперь у меня есть вопросы к Гречкину. Детектив Алексей Насонов заподозрил, что Гречкин через завучи школы выкрал порочащие его репутацию письма. Можно вас на пару минут? Да, да, я вас слушаю. Ваш охранник должен был передать вам мою визитку. Я ждал вашего звонка. Да, с какой стати? Вам совершенно нечего мне сказать по поводу Нелли Крымовой. Нет, нет. Извините, я тороплюсь. Постойте, можно пару вопросов? Буквально пару вопросов. Где же ты, пустой придурок, бродит? Извините, пожалуйста. Николай Сергеевич. Я не смогу с вами разговаривать. Я очень тороплюсь. Николай Сергеевич, я хочу, чтобы вы знали, что мы знаем, что это вы похитили письма Нелли Крымовой. Что? Вы похитили письма Нелли Крымовой. Да вы что, с ума сошли? И мы рано или поздно это докажем. С какой стати мне красть эти письма? Ну, вы же женатый человек. Вы делаете карьеру. Три месяца тому назад я развелся. Из-за Нелли. Я до сих пор люблю ее. Если это Нелли вас наняла, то так ей и передайте. А как же заучили и на? Алла? Алла знакомая моего брата. Я случайно узнал, что она работает в той же школе, что и Нелли. И встречался с ней только из-за того, чтобы узнать, как Нелли, как она поживает. Только и всего. Значит, вы, Николай Сергеевич, не боитесь никакого компромата? Нет. Ну что ж, я очень рад за вас. Дело в том, что преступник, который похитил письма, оставил там некоторые документы, весьма неприятные для вас. Но если вы так себе уверены, раз вы ничего не боитесь, тогда до свидания, удачи вам. До свидания. Детективы решили установить видеонаблюдение в классе Крымовой. Я сказал, что в сейфе остались еще документы, которые могут его скомпрометировать. И если он взял из сейфа коробку, то он знает про то, где лежит ключ. И обязательно вернется, чтобы закончить свое дело. Вопрос. А Крымова нас ждет? Да, я до нее дозвонилась. Так, Юль, мы поедем сейчас в школу, а тебя высадим возле управы. Наблюдать за Гречкиным придется тебе. Тебя он еще не видел. Понятно. Будь осторожен, на рожон не лезь. Если что, сразу звони мне. Хорошо. Во время установки скрытого видеонаблюдения Алексей Нашонов услышал какие-то странные звуки. Тихо. Ваня, Свет. Ты уверяешь, что нас не подойдет? Петри, нура, пойдем. Добрый вечер. Тихо, 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 тихо. Чем могу быть вам полезен? Так, Воронин. И ты, Соколов? Ваш? Мои, конечно. Что, молчите? Угу. Ну хорошо, тогда мне придется поговорить с вашими родителями. Ты-то, Воронин, я же тебя считала своим лучшим учеником. Растворитель хотел сделать. Какой еще растворитель? Мы сегодня трек по-русскому влепили, и я растворитель придумал, чтобы чернила смывал, а бумагу не трогал. Ты, сам придумал? Формула с собой? Давай. Пожалуй, пожалуй, это может сработать. Слушай, я проверю. Не на твоем дневнике, конечно же. Школьники отправились по домам, а детективы продолжали установку видеонаблюдения. А-а-а! Антон! Я так и знал! Ты еще сразу с двумя! Антон, успокойся! У Нелли Крымовой, учительницы химии, из сейфа пропали документы и личные письма. Детектив подозревает, что к пропаже имел отношение автор писем, Николай Гречкин. Он начинающий политик. Публикация пропавших писем могла бы повредить его карьере. Наблюдение показало, что Гречкин встречается с Аллой Ильиной. Ильина – коллега клиентки. Она – заводч той же школы. Детектив сообщил Гречкину, что в сейфе остались кое-какие документы. Детективы решили установить в классе Крымовой скрытые камеры. Этому помешал ворвавшийся в класс, сильно подвыпивший неизвестный. Это же мой муж, пожалуйста! Да ты шлюха! Шлюха! Ты чего? Ты чего? Успокойся. Уже, уже в школу любовников таскаешь, да? Каких любовников! Словисть потерял, детей постесняешься! О чем ты? А это кто? Кто? Коллеги скажешь? Здравия! Товарищи по работе! Педсовет у вас тут старший! Остальные педагоги по шкафчикам сидят! Да, сыра! Да успокойся уже, Антон! Успокоился, нет? Слышишь, мы из детективного агентства. Мы разбираемся с кражей документов из этого сейфа, ясно? Чего? Детективы? Я милиция, что ли? Из детективного агентства. Слушайте, подождите. Подожди, Антон, ты чего пришел так рано? Что-нибудь случилось в такое время? Тихо, тихо, тихо. Про время вспомнила! В такое время порядочная жена мужа своего ублажает! Антон! Ай! А вот это что? Чего это? Только не ври! Я все знаю! Сейчас я его нападу! Пусти! Антон, успокойся уже! Те самые письма? Да, да, это они. Антон, никого здесь нет! Успокойся уже! Слушайте, пора уже успокоиться! Нелли здесь ни при чем! Ах! Нелли, Нелли! Где были эти письма? Где вы их взяли? Дома были! Дома были! Ну возьмите же трубку, Алексей Викторович! Слушай! Алло, Алексей Викторович, я сейчас у кафе, здесь что-то назревает. Приезжайте скорее! Иван, надо торопиться, там что-то у Гречкина! Мужики, возьмите меня с собой! Я с ним поговорю по-мужски! Вот только драки нам там и не хватало! Подождите, подождите! Нет, давайте все-таки его возьмем, потому что я очень хочу доказать этому человеку, что я не виновата перед ним ни в чем! Нет, нет, поезжайте домой! Нелли, я вам перезвоню! Так тебе нужна была она, а не я! Зачем же ты ухаживал за мной? Алла! Хладил по ресторанам, дадил за такие подарки! Ну прости меня, я не давал тебе никакого повода! Ну ты же знаешь, я люблю только Нелли! Страсти накалились до предела! Детектив Алексей Насонов с помощниками решил вмешаться и предотвратить драку. Пора было ставить точку в этой истории. Если узнаешь, то ты еще раз хоть на сто метров приблизишься к моей жене! Убью! Ах, вы здесь! Успокойтесь, сейчас разберемся! Вы не имели права разглашать содержание нашей беседы! Вы за это ответите, это вне закона! Вы что здесь все заодно? Антон, Господи, ну как ты мне достал уже? Я уже живу, у тебя прям как в тюрьме! Хватит уже, ты можешь помолчать! А ты молчи, я знаю, что ты с ним спала! Да ни с кем я не сплю, кроме тебя! Успокойся уже! От тебя, гад, я видеть не могу! Ты еще женатый человек, встречаешься с одной, любишь другую, спишь с третьей, еще письма воруешь, потом их пересылаешь обратно мужу! Не воровал я никакие письма! Я что, по вашему навору похож? Конечно! Ты письма не воровал! Ты хочешь нас поссорить, что ли? Спалачуга! Ну что, спокойься, пожалуйста! Как ты мог? Да прости меня, но я не воровал никакие письма, клянусь тебе! А вот о том, кто воровал письма, нам, пожалуй, расскажет Алла Олеговна! Я? Из чего вы взяли? Вы прекрасно знали, где находится ключ! Вы открыли сейф, забрали письма! Хорошо! Ну и что с того? Ну зачем? Алла, зачем? Я ведь думала, ты за мной ухаживаешь! Думаю, господи, в кое веки повезло встретила настоящего мужчину с приличной работой, с положением, образованного, обеспеченного! А когда ты упомянул Анелли, как-то смутился, заерзал, перевел разговор на другую тему, я сразу поняла, что она тебе чем-то угрожает! Я стала наводить справки, а у нас коллектив, знаешь, женский, ничего не утаишь! Тут-то мне и рассказали, и про ленивого мужа, и про письма ваши! Значит, настоящие письма! Значит, ты их не сожгла! Ны! Ны! Слышь! Прощай, Алла! Дело об украденных письмах раскрыто. Детективы снимают видеонаблюдение. Когда Гречкина выдвинули на главу управы, Ильина подумала, что эти письма могут сильно помешать его карьере, и что именно из-за этого он такой нервный в последнее время. А Ильина раньше работала учителем химии, поэтому прекрасно знала, где находится ключ. И когда она поняла, что Гречкин ее просто использовал, Ильина решила послать письма тому, кого они больше всего касаются. Она надеялась, что эти письма испортят отношения Гречкина и Крымовой, и что ревнивый муж не даст нам больше встречаться. Тут-то она и примет Гречкина в свои теплые объятия. Что-нибудь еще будет? Нет, молодец, все собрала. Так, ну что, едем? Подождите, у нас еще пассажир. Ну что, вы меня подкинете? А почему так расстроенный муж? Да нет, нет, с Антоном мы помирились. Я просто решила уйти из этой школы. Как уйти? Совсем? Да, совсем. Я просто не представляю, как бы я работала дальше в этой школе. Видеть Аллу Олеговну каждый день после всего. Ну что, едем? Извините. Те самые письма? Да. Не жалко? А смысл? Нелли Крымова теперь работает в солидной фармацевтической компании. С мужем она все-таки развелась. Алла Ильина продолжает встречаться с Николаем Гречкиным. Николаем Гречкиным. Детектив Лукин направлялся в свой офис. Его внимание привлекло необычное поведение молодой женщины. Похоже, она собиралась покончить жизнь самоубийством. Да вы что такое задумали-то? Пустите меня, я все равно это сделаю. Хорошо, давайте прыгнем вместе. Вам-то зачем? А вам зачем? А мне лучше смерть, чем тюрьма. Конечно, смерть лучше, но только смерть наступит мгновенно. От тюрьмы еще можно отвертеться. Да как это не нужно отвертеться? А вот это я вам расскажу, как только вы дергаться перестанете. Ну, слезайте же вы. О, Господи! А еще прыгать собиралась. Ну и женщины. Только этого мне не хватало. Очень хорошо. Где я? Да вы сознание потеряли, как только передумали прыгать с моста. Ну, 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 ну что мы раскисаем, девушка? Если вы все время будете плакать, я не узнаю, что случилось и не смогу вам ничем помочь. Ну, ну что такое? Никто не сможет помочь. Ну, так уж и никто. Насколько я понял, у вас какие-то проблемы с правоохранительными органами? Вы боитесь попасть в тюрьму? Да, я очень боюсь. И, скорее всего, завтра там окажусь, так что зря вы меня спасали. Ну, 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 ничего не зря. Ничего не зря. До завтра еще уйма времени. Можно во многом разобраться. Меня зовут Игорь Петрович Лукин, я частный детектив. Если вы не против, давайте проедем в мой офис. Я там в спокойной обстановке посидим, поговорим, вы мне все расскажете. Вот и замечательно. Пристегивайтесь и едем. Алло, Лен. Да, Игорь Петрович. Лен, вы еще в офисе? Да. Значит, приготовь мне две чашки крепкого чая и волокордин. Все, через семь минут буду. Лен, что там? Волокордина попросил. Игорь Петрович, это что, шутка, что ли? Нет. Это, видимо, новое дело. Лукин привез Валентину Истомину в офис. По дороге она рассказала, что с ней произошло. Итак, Валентина, давайте восстановим хронологию. Значит, вы отправились на склад получить золотой слиток. Да, в спецохрану. А потом понесли его в цех малых серий, правильно? Да. Брагин выписал мне на кладной, выдал контейнер. Я пошла, но по дороге мне стало плохо. Так. Скажите, а что, переноска ценностей входит в обязанности инженера-технолога? Ну, вообще-то нет. Но иногда так бывает. Вообще, обычно сам Виктор Тимофеевич носит. Понятно. Ну что ж, вот мой офис. Мы уже пришли. Проходите. Сейчас во всем разберемся. Спасибо. Насколько я понимаю, о том, что вы понесете золото в цех, было известно троим. Ну, во-первых, начальник спецохраны Брагин. Затем главный инженер. Да, Валерий Васильевич Байков. Это он отдал распоряжение. Ну, естественно, инженер цеха малых серий. Да, Татьяна Панина. А что? Да нет, ничего. Скажите, а в какой момент вам стало плохо? Ну, мы с Татьяной пообедали. Это с Паниной? Да. А потом после этого сразу почти меня вызвал к себе главный. Я пошла, он дал команду. Я пошла в спецхран, а потом к Татьяне. Вот, и по дороге мне стало плохо, я упала в обморок. Очнулась уже в медпункте. Контейнер был при мне, но золото исчезло. Значит, вы говорите, на завтра вас вызывают к следователю? Да, мне пришла повестка завтра в 11. Что мне делать? Ну, во-первых, не отчаиваться, не раскисать. Так, дайте-ка мне адрес вашего предприятия. Лукин созвонился с бывшими коллегами из милиции, и те попросили руководство завода ввести детектива в курс дела. Пойду я поговорю с главным инженером. Он согласился со мной поговорить, но, правда, без особого энтузиазма. Может быть, получше увидеть начальник спецохрана. Хотя это нам вряд ли что даст, но главное, что у нас будут их портреты. Ну, не могло оно никуда не спариться. У нас система охрана, знаете, какая-то? Комар мимо не пролетит. И однако золото исчезло. Да. Ирунистик какая-то, сами не понимаем. Я вам больше скажу. Слиток был помечен радиоактивным изотопом. Так вот, милиция вместе с нашими техниками и приборами обошла все предприятие. Ничего, никаких следов. Слиток пропал, когда Валентина Истомина несла его со склада в цех малых серий и потеряла сознание. Ну, это нам доподлинно неизвестно. То есть, как это понимать? Очень просто. Может, он оттерял сознание, а может, не терял. Валерий Васильевич, можно? Вызывали? Заходи, Виктор Тимофеевич, заходи, садись, вызывал. Ну, вот, познакомьтесь, Виктор Тимофеевич. Частный детектив Игорь Лукин. Расследует дело о пропаже слитка. А чего здесь расследовать-то? Валентина золото проворонила, проворонила. Значит, ей отвечать. По-моему, все ясно и понятно. Это входило в ее обязанности? Ну, золото переносить. Вы понимаете, в общем, это я попросил, Валентина, каюсь. Виктор Тимофеевич должен был к сынишке в больницу отъехать. А заказ срочный, оборонка. Так что доля моей вины тут тоже, конечно, есть. Валерий Васильевич, если вам больше не нужен, можно я отпрошусь? Да, конечно, ступай. Ступай, что ты спрашиваешь? Надо сына из больницы забрать. Ну, давай, с Богом, удачи тебе. Пацан, у него болен. Операции нужны срочные. Это только в Германии делают. Геннику ему требуется. Ну да, понимаю. Каким у нас зарплаты. Лукин обдумывал ситуацию. Совершенно явно, что Валентину Истомину кто-то использовал в преступных целях. Но кто? Игорь Петрович, а как жучки? Как обычно? Сережа, здесь такая система охраны хитрой. Ты понимаешь, по периметру лазерные датчики стоят и защита от прослушки мощная. Да, Валентина, слушаю вас. Да. Да, буду вас через 15 минут. Угу. В общем, я к клиентке, что-то у нее там случилось. Ну, а вы действуйте следующим образом. Лукин дал своим помощникам задание установить наблюдение за начальником охраны завода Виктором Брагиным. В 19.07, Брагин вышел из дома. Брагин нуждался в деньгах на операцию сына и поэтому попадал под подозрение. Сам Лукин отправился к дому Валентины, что за важную новость хотела сообщить клиентка детективу. Валентина? Ой, меня напугали, я уже думала, это за мной. Да ну что вы. Здравствуйте. Ну как, у следователей были? Была. И никто вас не забрал, да? А вы хотели с моста прыгать. Ну, кто так делает? Нас сперва посмотреть, что будет потом, заглянуть вперед. Да извините меня, я вам столько хлопот доставила. Да ну что вы. А не задержали, я думаю, меня потому, что произошла странная вещь. Какая странная вещь? В медпункте. У меня тогда кровь брали на анализ. Ну вот, и сегодня выяснилось то, что в крови обнаружен какой-то препарат, который мог способствовать вот потере сознания. Препарат. А название не помните? Помню какой-то ин в конце. Ин? Ин, ин. Клофелин? Может быть. Не помню, врать не хочу. Давайте рассуждать логически. Во время обеда к вам этот аппарат попасть не мог. Да. Иначе вы прям за столом бы заснули. Ну да. Значит, это было после. А что было после обеда? После обеда мы с девочками кофе пили в кабинете, в отделе. Там еще были конфеты с ликером чьи-то, не знаю чьи. Ну вот, а потом меня Байков вызвал. Еще один вопросик у меня к вам. Байков сказал, что слиток был помечен изотопом. Так вот, где на территории завода его можно спрятать, чтобы приборы его не зафиксировали? Это не было помечено. Потому что на контейнере был бы значок, а этого значка не было. Хорошо. Спасибо вам. Все будет нормально, не волнуйтесь. Спасибо. Сергей и Лена тем временем продолжали слежку. Сначала Виктор Брагин заехал в нотариальную контору, а затем встретился с каким-то человеком и отправился вместе с ним к ювелирной мастерской. Лукин велел помощникам выяснить, кем является человек, с которым встретился Брагин. Так, Серега, давай жучок. И порви цепочку, пожалуйста. Зачем? Сейчас приду в ювелирную мастерскую, чинить цепочку. Спасибо. Не за что. Все, ждем его. Детектив Лукин предотвратил попытку самоубийства Валентины Истоминой. Инженера-технолога Истомину обвиняют в преступной халатности. Якобы по ее вине с предприятия пропал слиток золота. Женщина внезапно потеряла сознание, а когда очнулась, слитка уже не было. Выяснилось, что начальник охраны предприятия Виктор Брагин сильно нуждается в деньгах для оплаты операции сына. Детективы установили за Брагином слежку. 50? Так, а еще где 10? А, да-да-да, вот еще 10. Забыл доложить, как я собирался к вам навстречу. Нормально, а если б я что-нибудь забыл принести? Тогда бы сделка не состоялась. Вам это важнее, чем мне. Нифига себе. Вы еще скажете, что цена не смешная. Цена самая обычная. Вам же надо срочно продать. Ладно, давайте я еще раз пересчитаю. Сюда нельзя, что вы здесь делаете? Выйдите немедленно из служебного помещения. У меня чипочка вот... Немедленно выйдите из служебного помещения. Мастерская закрыта на учет. У вас не написано, нигде, что у вас что-то закрыто на учет. Девушка, все, 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 все. Целью визита Лены в мастерскую была установка скрытой камеры. СТУК В ДВЕРЬ Гляди, как ты людьете напугала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Значит, все как договорились. Я уже звонил. Нас сегодня в пять часов ждут. Значит, встречаемся здесь же. Без четверти пять. Только, пожалуйста, не опаздывайте. Тогда и произведем окончательный расчет. Ну, что? Можно звонить в милицию и брать их прямо при расчете. А тебя ничего не смущает? Нет, а что? Игорь Петрович, а что должно смущать? Брагин задаток получил, а сегодня вечером передаст Сенцову слиток и в Германии. Как-то вот эти дела с задатками не стыкуются, а? Тебе не кажется? Нет. То есть Сенцов еще не получил того, за что уже передал задаток? Ну. Ну что ну? Ты хочешь сказать, что он дал совершенно незнакомому человеку деньги? За то, что тот пообещал ему принести святых золота? Ну, действительно, что-то тут не так, да. В общем так, если мы хотим успеть к развязке, то нам уже пора ехать. Поехали. Детективы собирались выяснить, за что именно ювелир заплатил задаток Брагину. Здесь все? Пересчитывали будете? Да, обязательно. Хорошо, но только после завершения сделки. Надеюсь, документы при вас? Да, все здесь. И согласие жены на продажу квартиры имеется? Да, все, и нотариуса заверят, все парят. Очень хорошо. Хочешь, ну как я и обещал, я оплачу. Хорошо. А где деньги проверят? Вы знаете, давайте прямо в кабинете у нотариуса. Нас уже ждут. Пойдемте, там все свои. Вот что требовалось доказать. В кейсе лежат документы на квартиру. А квартиру он продал для того, чтобы своему сыну аппарату заплатить? Вот они, беды людские. Я думаю, другую квартиру он купить уже не сможет. Жалко. Да. Клиентка. Алло. Алло, здравствуйте, Игорь Петрович. Это Валентина Истомина звонит. А, здравствуйте. Я просто хотела узнать, что у нас новенького. Ну, у нас пока ничего нового. Мы продолжаем наблюдать. Мне вот сегодня Татьяна звонила, Панина. Приглашала в кафе пойти на Лицкой. В общем-то, не хочется, но она говорит, дело у меня, у нее ко мне какой-то срочный разговор серьезный. Ну, а что же дома-то сидеть, киснуть? Сходите в кафе, конечно, встретитесь с подругой. А потом мне позвоните. Ну, хорошо. Тогда я прямо сейчас выхожу. Да-да. В общем, так. Мы сейчас в кафе на Лицкой, к Улей. Там наша клиентка встречается с подругой Татьяной. Надо послушать, о чем они будут говорить. Это глупости, это все. И ты этому следователю поверила? Да, у него главная задача побольше народу за решетку отправить. Ишь ты какой добренький нашелся. А что же делать-то, Тань? Бежать тебе надо, Валюха. Как это бежать? Как, как просто. На поезде, на самолете, какая разница? Подумай сама. Слиток, слиток под расписку ты получила? Получила. До моего цеха не донесла, не донесла. Если хищение на тебя не повесят, то халатность сто процентов. Им же надо на кого-то золото списать. Вот на тебя и спишут. Господи, что же делать-то, Таня? Как это так? Так. Здесь пять тысяч. Чего пять тысяч? Ну, не рублей, конечно. Это тебе на первое время. Пока там приспособишься, осмотришься. Где там? Я дам тебе адрес моей подруге хорошей. Она живет в Ленинске. Приедешь туда, посидишь тихонечко. Годик. Хотя бы годик. Пока тут все. Уляжется. За это время настоящего вора найдут про тебя. Забудут. Да я не могу так сразу. Ты что? А в тюрьму, Валя. Ты можешь так сразу? Дура. Ладно, прости, Валя. Так, ладно, хорошо. Не хочешь, не надо. Но только смотри. Считай, что я тебе ничего не говорила. Хорошо, подожди. Сергей созвонился с Лукиным и рассказал о том, что Валентина собирается уехать из города. Лукин вместе с помощником отправились к дому Валентины. Лена в это время оставалась в кафе следить за Татьяной Паниной. Что хотела, дорогуша? Поговорить хотела, Васенька. Папа просил передать, что на этой неделе придет новая партия. Это как? Я же сказал папе, что больше не привозили. Мне и так неприятностей хватает. Васенька, папа просил передать, что ты ему обязан. Ну, напоминать не обязательно. Я и так все помню. Он мне очень помог. Но мне кажется, что вокруг меня что-то нехорошее происходит. Опасное это. Так что папе передать? Очень своевременный и правильный выбор. Уже завтра вас подадут в федеральный розыск. И вы не сможете спрятаться так, чтобы вас никто не нашел. Ну, там, местный участковый или тот, кто действительно украл золото. Как это? Зачем? Зачем? Пока что вы единственная подозреваемая. И вы сделаете большой подарок вору, покинув город. Ну, или совсем исчезнув. Ну, как это исчезнув? Ну, совсем, понимаете? В самом плохом смысле. Ну, и что теперь делать? Поехали к нам в офис. Это она. Давайте действуем, как договорились. Да, Танюш, привет. Ну, как ты, подруга? Спасибо, хорошо. Вот билеты покупаю. Ну, и молодец. Значит так, действуй, как я тебе сказала. Приедешь в Ленинск, позвони сразу же с вокзала по телефону, который я тебе дала. А тебя там встретят, разместят. Ну, а дальше мы там созвонимся, хорошо? Спасибо тебе, Таня, большое. Извини, не могу больше говорить, у меня батарейка садится. Все, пока. Молодец. Очень живенько, натурально все вышло. Я уверена, что это она? Я уверен, что не без ее участия. В общем, Валентина, давайте договоримся, что поступим так. Инженера-технолога Валентину Истомину обвинили в пропаже слитка золота. Женщина внезапно потеряла сознание, а когда очнулась, слитка уже не было. Под подозрение детективов попал начальник охраны предприятия Брагин. Он крайне нуждался в деньгах на операцию для больного сына. Однако выяснилось, что деньги Брагин раздобыл, продав собственную квартиру. Тем временем инженер цеха малых серий Татьяна Панина убеждает Истомину скрыться, пока не найдут настоящего преступника. Похоже, что это провокация, и Татьяна связана с криминалом. По заданию Лукина Сергей и Лена установили наблюдение за главным инженером предприятия Валерием Бойковым. Бойков покинул территорию завода и отправился в то самое кафе, где встречались Валентина и Татьяна. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Позвини, гляich. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Девушка, я прочитала у вас там объявление, вам повар нужен, да? С кем можно по этому поводу переговорить? С Василием Борисовичем, это хозяинка кафе. Ага, а как найти его мне? Вот за мужчиной следуйте, мы к нему пошли. Спасибо. Сотрудники завода, на котором работала Валентина Истомина, явно были каким-то образом связаны с руководством кафе. Бойков подошел к директорскому кабинету. Привет, Васюк. Здорово. Ой, ты здесь. Он явно бывал тут и раньше. Здравствуйте, я могу поговорить с Василием Борисовичем. Я Василий Борисович. Что случилось? Здрасте, я поваром работала в ресторане недалеко отсюда. Дорогой, хороший ресторан, там просто сейчас я решила оттуда... Лене удалось установить в кабинете директора кафе скрытую камеру. Ты вот что. Подожди, не тарахти. Ты приходи завтра. Спасибо. До свидания. Ну что, молодец, ловко. Ладно, давай посмотрим. Валера, ты уже задолбал. Когда товар у меня будет? Люди долго ждать не будут. Ты на меня горлом-то не дави. Во-первых, это я все придумал. Я осуществил. Я здесь башкой своей больше других рискую. Раде что Васькова. Конечно, рискую. Еще как рискую, дорогие подельнички. Мне он каждую ночь сон снится, что ко мне прокурор приходит. Вась, ты все сделал, что я тебе сказал? Сделал. Все вилки и ложки, которые я от вас в последний раз получал, собрал и в ящик упаковал. Хорошо. Я тебе на замену обычный привез. Там в багажнике лежат. Потом сходим, заберем. Хорошо. Танька твоя не проболтается? Это Танька Могила. Мы здесь замараны больше нас по уши. Это же она всю эту технологию придумала. Я тут дурую сто минут уговорил в бега податься. Ментариш от раз сбежал, значит виноват. А ты вот что, Валера, когда главный товар у меня будет? Покупатель же копытом бьет. Золото уже превращено в симпатичные вилочки. Замаскировано под мельхиор. Отработано по той же схеме, по которой серебро прогоняют. Завтра моя смена охраны работает. Завтра я тебе и привезу. Смотри, Валера, не облажайся. Не хами, Гоша. Ладно, погляди. Алло. Да, Танюш. Что ты говоришь, не приехала? К главному инженеру позвонила Татьяна Панина. Знаешь? Черт. Ладно, я должен подумать. Пока. Танька звонила. История до сих пор не прилетела в Вениск. Сама не отзванивается. Телефон у нее выключен. Да, мужики. Не сработались мы с вами. А баба дома, небось, осиживается? Надо отменять вызов. Да ты что, Валера, попутал? Да на заказчик могиле достанет. Это очень непростой человек. В общем, так. Бабу эту я на себя беру. А доставка состоится завтра. Так, иначе. Алло, Игорь Петрович, ну тут такие дела. По поручению Лукина, Лена следила за передвижениями Валерия Бойкова. Алло, Игорь Петрович, он только что выехал с завода. Я думаю, самое время подключать милицию. Их надо взять при передаче денег, а иначе мы не сможем доказать хищение. Вот что, веди их. Ладно, я ясно, поняла. Валентина Истомина предложила детективам спровоцировать преступников. Она позвонила своей подруге Татьяне и сообщила ей, что никуда не уехала. Игорь Петрович, я прострелил сказал. Один? Да. Ну вот. Вот и все, для вас все кончилось. А вы хотели с моста прыгать. Теперь все будет нормально. Игорь Петрович, а вилки-то тут при чем? Золото в слитке с завода вывезти нельзя. А если в виде готовой продукции, то пожалуйста. Но только даже в самых дорогих столовых приборах содержание золота ничтожно. Вот поэтому Панина и разработала технологию выплавки части ножей и вилок практически из чистого золота. Ну, мастерски замаскировав это под мельхиор. Бойков отвечал за вывоз готовых изделий с завода и избыток через кафе Василия Миронова. А Кожаный, он же Георгий Жилин, где-то там переплавлял, сбывал. В общем, привозил уже деньги. Ну, он же осуществлял и крышу. Вот такая криминальная кампания у них получилась. А Истомина? Да, Истомина просто подставили. Дело в том, что золото получала она на накладной подпись ее. Ну, пока бы стали разбираться, откуда клофелин в крови, то да сё, ушло бы время. А преступнику как раз нужно было выиграть время. Да, кстати, Истомина же вспомнила, что этот слиток, который был украден, не был помечен изотопом. И мне об этом рассказала. Ну, а дальше вы все знаете. Да. Игорь Петрович, если бы не вы, они, наверное, стали бы практиковать это регулярно. Да, не практиковали это регулярно, но только с серебром. А тут захотелось сыграть по-крупному. Решили провернуть то же самое с золотом. Ну, как говорится, жадность сгубила. Да. А Истомина думала, что Татьяна ее лучшая подруга. Ну, вот поэтому многие в наше время все меньше верят в дружбу. Все участники преступной шайки осуждены и отбывают заслуженное наказание. Валентина Истомина с предприятия уволилась. Она вышла замуж и сейчас ждет ребенка. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 С чего вы взяли? Да постоянно эта машина под нашими окнами торчит. А водитель вам знаком? Да первый я вижу. А вы кто такой? А я здесь работаю, в детективном агентстве. В таком случае у меня около вам дело. Гришаков Владимир Германович. Насонов Алексей Викторович. Очень приятно. Сейчас машину догоню. Моя фирма, Комп, занимается поставками компьютерной техники. Но в последнее время я начал замечать, что уходят клиенты. Видимо, какая-то утечка информации. Сложилось впечатление, что кто-то из сотрудников сливает информацию о клиентах на сторону. Вы уверены? Да никогда с фирмы не уходило такое количество клиентов. Было время, был плохой маркетолог, сами ряд ошибок допустили. Но чтобы такое количество клиентов уходило с фирмы, не может быть. А помимо ваших наблюдений, есть какое-то подтверждение, доказательство? Конечно. К примеру, в последнее время несколько раз кто-то скачал информацию с базы данных. Вызывайте, пожалуйста. Это можно проверить? Дело в том, что у нас информация о базе данных хранится в неявном виде. Поэтому любое вмешательство, тем более копирование, сразу же отражается на программе. Понятно. Проходите. А кто имеет доступ к базе данных? Главный менеджер Тарасова Ольга Павловна и мой заместитель Кашин Александр Борисович. А вы их подозреваете? Не знаю. Ну, Тарасова в последнее время ведет как-то себя странно. Нервничает, вечно куда-то скрывается, глаза не смотрит, чувствуется, что что-то затевает. И потом я несколько раз видел, как она садилась в эту самую машину с затемненными окнами. Это ту самую, которую вы сейчас подрезали? Да. Ну, не уверен. Знаете, нервы сдают. И это вечно машина торчит под окнами офиса. Фирма убытки терпит. Не знаю. Мы выясним, кому принадлежит эта машина. Ну, а вот ваш заместитель, что за человек? Кашин. Кашин тоже начинает меня беспокоить. Часто отпрашивается с работы. Якобы ходит к врачу с головными болями. А я-то знаю, какое у него отмена на здоровье. Буквально полгода назад мы с ним вдвоем так зажигали, что какие-то ошибки странные совершает. Сразу видно, что его интересы где-то там на стороне. Какие интересы? Вы знаете, он в последнее время хотел открыть свое дело. И, видимо, перепродавая информацию о клиентах, решил собрать себе начальный капитал. Или фирму какую-то маленькую создал на стороне и перекачивает финансы. Владимир Германович, все, что вы мне сказали, я записал. Мы обязательно постараемся вам помочь. Так, Юр, ты устанавливай наблюдение за Тарасовой и посмотри, вот это номер, не то ли машина, куда она садится? Угу. Вот там групповое фото сотрудников фирмы Комп. Смотрите, кто есть кто. Иван, ты устанавливай наблюдение за Кашиным. Смотри, куда он ходит после работы. Особое внимание местам, связанным с бизнесом. Фирмы, банки. Хорошо, хорошо. И нужно проверить резюме Тарасова и Кашина. Возможно, они работали в тех фирмах раньше, куда уходят сейчас клиенты Гришакова. Владимир Германович, а вы не могли бы нам прислать резюме Тарасова и Кашина? Хорошо, спасибо. В тот же день помощница детектива Юля, наблюдая за офисом Гришакова, увидела, как Ольга Тарасова садится в ту самую машину с затемненными стеклами, которая, по словам Гришакова, постоянно дежурит около его фирмы. Гришаков прислал Алексею Насонову резюме Тарасовой и Кашина. Резюме Кашина, на первый взгляд, не содержало ничего подозрительного. А вот при изучении резюме Ольги Тарасовой, Насонов обратил внимание на то, что Ольга до прихода в фирму Гришакова работала в компании Интеркомпьютерс. Если окажется, что часть клиентов Гришакова ушла в Интеркомпьютерс, значит детективы близки к разгадке. Иван, что с заместителем? Он отъехал на пару дней по делам фирмы, вот должен вернуть. Юля, а у тебя что? Номер машины тот же, сейчас это будет видно. Значит, Гришаков не ошибся. А машина эта принадлежит Карасеву Михаилу Анатольевичу. Он бизнесмен и занимается продажей компьютеров. Фирма называется Интеркомпьютерс. Кстати, Тарасова работала в этой фирме раньше. Стекла затемненные, поэтому ничего не удалось снять внутри. А сколько времени она пробыла в машине? Около часа, а потом снова пошла на работу. Ясно. Тогда ваша задача установить на эту машину жучок, чтобы иметь информацию о том, что происходит внутри. А я пока займусь ушедшими клиентами Гришакова. Хорошо? Да. Владимир Геровныч, добрый день, Атнасовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Послушайте. Да-да, я как раз подготовил ваши заказы. Пусть думают, что наш клиент что-нибудь новенькое есть. Ну, в общем, кое-что уже проясняется. Владимир Геровныч, а скажите, среди тех фирм, куда уходили ваши клиенты, нет такой фирмы Интеркомпьютерс? Ну, я не знаю, мы вообще-то не вели учета. Хотя название фирмы мне знакомо. Это маленькая фирма, она с малым товарооборотом, она не конкурент. А что? Ну, мы пока выясняем, но, возможно, это связано с вашим делом. А что, по поводу той машины, которую я подрезал? Мы пока выясняем. А, это ты? Извини, извините, Владимир Геровныч. Что за безалаберность? У тебя что, руки не в того места растут? Я сейчас все соберу. Это же последние договора. Что, не путевая сотрудница? Да, молодежь. Влюбится, как у какого-то аспиранта, а потом все из рук валится. А что, по поводу Тарасовой, на самом деле информацию перепродает? Не торопитесь, мы только начали ее проверять. Алло, ну что ты хочешь мне сказать? Вот сколько ты можешь мне перечить, я не понимаю. А я сказала, что будет так, как я хочу. Ой, что такое? Я тебе сказала, что я хочу море, море и песок. Ты меня слышишь? Да. И будет так, как я сказала, я не понимаю. Что-то случилось, не пойму. Девушка, уберите, пожалуйста, барахло с моей машиной. Сейчас, минутку, подождите. Какое барахло? Где вы видите барахло? Посмотрите, что у меня с каблуком случилось. Вы посмотрите на него. Посмотрите сюда. Посмотрите, пожалуйста. Вот, 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 вот. Девушка, уберите, пожалуйста. Ну, извините, пожалуйста. Извините, не хотела вас обидеть. Да, я тебя слушаю внимательно. Да. Эй, мадам! Что? А это кто будет убирать? Ой, извините, пожалуйста. Алло! Ой, Тарасова. Ты слушай внимательно, она может назвать фамилии клиентов. Да. Слава, я к нам помню. Подожди, Сережа. Интересно, мы сделаем это когда-нибудь в постели? Да, да. Ну и ну. Ну, знаете, это уже за рамками уголовного кодекса. А у нас что, за секс в общественных местах не наказывают? Ну, практически нет. Бедный парень. Все же у меня в других местах не получается. Мне, кстати, зовут его Сергей Аня Михаил. Я думаю, без помощи ГИБДД нам здесь не обойтись. Валера, привет. У тебя есть минуточка? Мне нравится, что я инспектор дорожного послужбы Иванова в документике вашего, будь у добра. Счастливого пути. Здравствуйте, Валерий Павлович. Здравствуйте. Передавайте предмассону. Обязательно. В детективное агентство обратился руководитель компьютерной фирмы Владимир Гришаков. В его фирме происходит утечка информации, и вследствие этого он терпит убытки. Гришаков подозревает двух сотрудников – Ольгу Тарасову и своего заместителя Александра Кашина. Слежка за Тарасовой показала, что она каждый день во время обеденного перерыва садится в одну и ту же машину с затемненными стеклами. Но это не связано с утечкой информации. У Тарасовой роман с неким Сергеем. Алексей Викторович, в машину водит Карасев Сергей Анатольевич. Это брат Карасева Михаила Анатольевича, владельца фирмы Интеркомпьютерс. С Тарасовой они, видимо, познакомились еще на фирме у брата, а вот Карасев младше никакого отношения к компьютерам вообще не имеет. Любовная история простая. Но Тарасова все равно может сливать информацию. Ну да, не через любовника, так и через его брата. Вот что. Надо проверить, обращались ли в Интеркомпьютерс бывшие клиенты компа. В съезде Гришакову возьми список. Я предупрежу его. А что с Кашином? Он приехал? Да. Тогда Иван, ты займись им. Ольга Павловна, сделайте, пожалуйста, как я вас просил, хорошо? Владимир Германович? Да. Здравствуйте, я Юля, я вам звонила. Проходите. Слушаю вас. Я из детективного агентства, Алексей Викторович просил подготовить для нас списки бывших клиентов. Да-да, он только что звонировал. Катя! Где списки клиентов, которые я просил подготовить? Да-да, сейчас, Владимир Германович. Я просто не могу их найти. Что за безаваренность? Как ты не можешь их найти? Ольга Павловна, подготовьте меня, пожалуйста, в списке клиентов. Спасибо. А это что? Где глаза твои были? Пожалуйста. Спасибо большое. Всего доброго. Всего. До свидания. До свидания. До свидания. Тебе что, работа не нужна? Хватит уже сопли жевать. В конце концов, взрослый человек. Ну, я думала. Не думать нужно было, а работать. Иди. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, здравствуйте. Могу я услышать Корзилова Анатолия Сергеевича? Здравствуйте, это я слушаю. Здравствуйте, Анатолий Сергеевич. Меня зовут Алла. Я представляю маркетинговую службу «Сервис». Мы проводим опрос по заказу фирмы «Интеркомпьютерс». Вы покупали у них компьютерную технику. Довольны ли вы качеством обслуживания и качеством купленной техники? Это вы про какую фирму говорите? «Интеркомпьютерс». Вы знаете, первый раз вообще про такую фирму слышу. Но мы обычно покупали компьютеры, но в ТСН… Понятно. Извините, ошибка, видимо, вышла. Всего доброго. Ничего, счастливо. Спасибо. 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Наблюдая за Кашиным, помощник детектива Иван увидел, как победенный перерыв Кашин зашел в аптеку и приобрел там дорогостоящие лекарства. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, всегда один, ни с кем не общается. Честно говоря, он не производит впечатления человека, который открыл левую фирму. Да. Сейчас, секунду, он вышел из поликлиники и пошел в сторону банка. Да-да, точно в банк. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Добрый день, девушка. Здравствуйте. Посмотрите, посмотрите, пожалуйста, не поступали ли деньги на счет 384-687. Документы ваши, пожалуйста. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Две тысячи долларов. Сколько-сколько? Две тысячи долларов. Девушка, вы не ошиблись? Посмотреть повнимательнее. Мужчина, я не могу видеть того, чего нету. К вам на счет поступило еще две тысячи долларов. У вас в остатке три тысячи долларов. Снимать будете? Нет. Нет. Сейчас я тебе устрою, сволочь. Стерва. Стерва. Кашин был в этом подъезде несколько раз. Задерживался там минут на пять. Потом снова спускался в машину. И все время, вот как сейчас, кстати, набирает кому-то. Но на том конце-то либо не отвечает, либо, не знаю, либо сбрасывает. Под комод заходил. Ну, я не знаю, я за ним не пошел, а вдруг он меня в банке заметил. Ясно. Жди здесь. Открывай, открывай, сволочь, сейчас дай ты дома. Прекратите, долбеж, или я вызову милицию. Думаете, всем интересны ваши скандалы? Это не твое собачье дело. Я с дочерью Кирзачевой дома. Иди спи. Все вы тут заодно. Поехали. Ему здесь ничего не светит. Думаете? Он приходил к какой-то Кирзачевой. Надо все узнать про нее. И про этот адрес тоже. Доброе утро, Алексей Викторович. Доброе утро. Я обзвонила всех бывших клиентов компа, как вы и просили. Никто из них ничего не знает и не слышал об интеркомпьютерсе. Так, значит, вершнюю стараться ее можно отставить. Спасибо. А что с клиентами, которые уходили в другие фирмы? Фирм много, но вот что получается. Более 50% клиентов перешло в фирму Кантри. Надо выяснить, кто там директор. Возможно, это какие-то личные взаимоотношения. Да, я пробил адрес. Значит, там прописана некая Римма Кирзачева. Кирзачева является высококлассным специалистом в области программирования. И... То есть настолько, что... Даже несколько статей я прочитал в интернете про нее. Вот. Она и с хакерами в свое время водилась. Сейчас работает программистом в фирме АСКОМ. АСКОМ? Туда перешло два человека и СКОМПа. Значит, Кашин что-то требует от женщины-программиста. Глаз с него не спускать. Возможно, он через нее сливает информацию. Стой! Стой! Что вам от меня надо? Как это что? Ты обманул меня, мразь! Ты же... Не платишь по счетам! Куда я тебя должен пойти теперь? В милицию? Нет, не надо. Я с вами рассчиталась. Вот, это все, что у меня осталось. У меня больше ничего нет. Я и так машину продала, чтобы с вами рассчитаться. Пойми, я не могу ждать! И ты знаешь, что я болен! Болен из-за тебя! Я вам сочувствую, но ничем помочь не могу. У меня нет станка, который печатает деньги. Я с вами рассчиталась. Ах, у нее нет денег! А совесть у тебя есть! Совесть есть у тебя! Все, 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 сойдет с рук к тебе! Чего делаешь-то? Ты в своем? Спасибо. Все равно ты будешь сидеть в тюрьме! Да пошел отсюда! Он бы меня убил. Вот дают, да? В детективное агентство обратился руководитель компьютерной фирмы Владимир Гришаков. Он озабочен тем, что его компания теряет клиентов вследствие утечки информации. Гришаков подозревает двух сотрудников, Ольгу Тарасову и своего заместителя Александра Кашина. Слежка за Тарасовой показала, что она не причастна к утечке информации. Наблюдение за Кашиным показало, что он получает крупные суммы денег от некой Риммы Кирзачевой, которая работает в компьютерной фирме, куда обращались за услугами двое клиентов Гришакова. Ну и что это за тип? Что ему от вас надо? У него жуткие головные боли, и он во всем обвиняет меня. Грозится подать на меня в суд. Требует денег на лечение. А у меня их просто больше нет. Кирзачева была права. Действительно, произошла авария. Но только вот никакого судебного разбирательства не было. Она сразу признала свою вину и рассчиталась заместителем Гришакова Кашина. Только вот деньги все отдала не сразу, а поэтапно. А ты выяснила, кто руководит фирму КАТО? Да, Контаков Владимир Петрович. А Гришакова позвонила? Позвонила. Он ничего ни о Контакове, ни о его фирме не задал. Вот так. Значит, никаких зацепок? Никаких. Правда, вот что. Все, кто ушел из кантри, сказали, что им звонили, просто предлагали услуги. А один из их клиентов, Завьялов, сказал, что его привел в фирму племянник Аспирант. Постой, Каспирант. Гришаков говорил, что его секретарша любовник Аспирант. Такая ненормальная, неумеха. Ты тоже заметил? Странно она себя ведет. Выясни, кто она такая, возьми ее под наблюдение. Хорошо. Алло, Леша, как ты мог? Я все расскажу отцу, слышишь? Не клади трубку. Мне нужно с тобой... Алло, здравствуйте, а Завьялову можно? Вышел? Завьялов? Завьялов. Ты обманул меня, ублюдок? Кать, что ты орешь? Что происходит? Уясни. Диссертацию ты пишешь по экономике, да? А я-то дура поверила. Квартальные годовые отчеты посмотреть, да? Я думала, ты меня любишь, а ты просто, ты просто использовал меня. Кать, подожди, стой. О чем ты говоришь? Воспользовался, чтобы переманить клиента. Вань, так получается, что это дочь Гришакова. Не смей возражать. На фирму к отцу приходили детективы. Я сразу поняла, в чем дело. Кать, ну а что мне было делать? У нас с Контаковым денег на рекламу не было. У твоего отца и так дела нормально идут. Какая разница? Клиентам больше, клиентам меньше. Я для тебя старался, для нас. Не ври, ты просто использовал меня. Алло, Алексей Викторович? В общем, мы нашли источник улической информации. Мы с Валеркой фирму организовали. Я хотел, чтобы мы все вместе там работали. Кать, ты же классный специалист. Твой отец он тебя не ценит, он орет на тебя все время. Скоро дурой станешь на его фирме. Ты должен был попросить, я бы поговорила с отцом. Что бы я мог подумать? А теперь что я ему скажу? Он меня и слушать не станет. Я в мыслях не был. Вот о кого угодно мог подумать, но только не на нее! Ну, ты видите как. И это вот моя дочь, современная молодежь. Вина Кати Гришаковой здесь косвенная. Завьялов сказала, что ему не хватает материала для диссертации. Вот она и пустила его в компьютер своего отца. Она-то думала, он там посмотрит годовые квартальные отчеты. А он позаимствовал оттуда клиентов для фирмы, которых создал своим другом Контаковым. Позаимствовал? Он же увел из компа треть клиентов. А Гришаков теперь решил создать холдинг из фирмы Кантри и Компы. Решил поддержать молодых предпринимателей? Ну да. И жили они долго. И счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Простите, пожалуйста, вы Лукин? Да, что такое? Понимаете, они говорят, что он погиб в авиакатастрофе. Но вчера я поняла, что у него мобильный включен. Андрей летел тем самым самолетом, который разбился пять месяцев назад под Владивостоком. А тело его не найдено. Ничего, никаких остатков нет. А вчера я чуть с ума не сошла совсем. Это номер Андрея. Смотрите. Длинные гудки. Никто трубку не берет. Так, ну что там с пилингом, Серега? Ага. Вижу, вижу. В детективное агентство обратилась Маша Лебедева. Ее муж Андрей пять месяцев назад погиб в авиакатастрофе, но его мобильный телефон продолжает работать. Воспользовавшись новейшей компьютерной программой, детективы установили местонахождение телефона. Пошел, пошел куда-то. Так. Возле школы он был довольно долго. Куда он там идет? А-а-а. Я знаю, куда он идет. А-а-а, поехали туда. К станции. Похоже, что так. Тебе курить-то не рано? А если отец узнали? Куда, 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 куда. Ты что бежишь-то? Что бегаешь-то? Ну, чтобы вы не поймали и директору не сказали. Вы школьный патруль. Да ладно, прекрати. Какой патруль? Школьный. Ну, прекрати. Тебя как зовут-то? Серега. Серега? Слушай, Серега, ты помочь нам можешь? Мы ищем одного пропавшего человека. Постараюсь. Постарайся. У тебя его мобильный телефон, и нам надо знать, где ты его взял. У меня папа таксистом работает, и у него кто-то оставил его. Так. Ну, я его взял себе. Подзарядка я сам придумал. Да, молодец. А что телефон не берешь? Что трубку не поднимаешь? А, там, понимаете, там сим-карта вшитая. Угу. И папа не разрешает брать только на звонки, которые я знаю. Угу. Ну, понятно. Ну, давай телефон-то показывай. Телефон я у тебя заберу, но на время. Угу. Пока проведу проверку, кто звонил по этому номеру. Ладно. Как твоего отца найти, не подскажешь? А он к тетке поехал, только вечером будет. Это за городом. Так. Я его телефон дам. Давай. Хотите? Давай. Восемь. Угу. Угу. Скажите, а муж ваш летал отдыхать тем самым самолетом? Да нет, какой отдыхать? Он был помешан на своей фирме и почти никогда не отдыхал. Он летел на деловую встречу. Поэтому не поехал на своей машине, его подвозил Павел. Это их общая фирма, компаньоны. Понятно. А скажите, как происходило опознание его вещей? Страшно вспоминать. Они до сих пор, знаете, что что-то находят и каждый раз вызывают. Вы знаете, я даже как к страсенсу ходила. Угу. Нет, говорит, погиб ваш муж и точка. Игорь Петрович. Здравствуйте, Мария, еще раз. Скажите, это телефон вашего мужа? Он, да. Это он, господи, где вы нашли его, где? Скорее всего, он действительно был украден в аэропорту. Если мы сумеем поймать воришку, то мы узнаем, где конкретно он был украден. Возможно, его украли перед самой посадкой. Посмотрите, пожалуйста, все входящие за последние дни. Может быть, вы мне подскажете, кто в тот день звонил вашему мужу? Да, 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 конечно, телефон. Угу. Лебедева опознала почти все входящие звонки, кроме двух номеров, которых она не знала. Кто звонил Андрею, предстояло выяснить детективам. Ну что ж, попробуем. Какая-то рекламная кампания, предлагают телефонные справочники. Так, а вот этот городской телефон чей? Нет, я не знаю. Ну что ж, будем звонить. Никто трубку не берет. Ну ничего, адрес-то мы потом узнаем. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а вы Павел Глотин? Да, здравствуйте. Я вы детектив, вы от Маши, она предупреждала. Да, я помощник частного детектива. Маша попросила выяснить, что стало с ее мужем. Вы знаете, разбился Андрюха. Маша себе место не находит. Вот это вот, кстати, наш кабинет с Андреем. А он с вами работал, да? Представляете, нет, вы знаете, я работал с ним. Андрей начинал эту фирму с нуля. Потом расширялся и предложил мне стать долевым словоделец. А вы давно знали Андрея? Лет десять. И теперь я не знаю, что делать, потому что Андрей руководитель этой фирмы. И нужно подтверждение о смерти. Скажите, а может быть, у Андрея были какие-то проблемы по бизнесу? Вы знаете, никаких проблем не было. Он всегда все дела делал честно. Никаких афер, никаких обманов не было. И как бы вот теперь вот эта вот ситуация. Скажите, Маша утверждает, что в аэропорт в этот день Андрея отвозили именно вы, это так? Да, я всегда отвозил Андрея в аэропорт. И в этот раз я подождал, пока он будет проходить на регистрацию. Попрощался, посмотрел и уехал. То есть никаких проблем ни с бизнесом, ни с вами у Андрея не было? Нет, никаких проблем не было. Единственная проблема, которая могла быть, это Арина Печерская. Это его любовница, с которой он расстался за месяц до смерти. Тем временем помощница установила, где зарегистрирован неизвестный Маше городской номер. И отправилась по этому адресу, поскольку трубку там по-прежнему не брали. Игорь Петрович. Да, Лена. Здесь прописана некая Арина Печерская, но дома никого нет. И, судя по пыли на двери, на ручке и на замке, давно здесь никто не появлялся. В Печерской, говоришь? Да. Ладно, попробуем поговорить с соседями, а я сейчас тебе в отъеду. Алло, Игорь Петрович. Ну, поговорил я, значит, с ним. Ведет себя спокойно. Рассказал нам, что да, действительно возил его в аэропорт. То, что проблем по бизнесу не было. Ну, в общем, так, в общих чертах примерно. А я встретился с Виктором, ну, с этим таксистом, отцом этого мальчика с телефоном. Он узнал Андрея. Выходит, Лебедев не летел тем рейсом и на момент катастрофы был жив. Да, мне Виктор сказал, что высадил Лебедева на площади в центре города. А это как раз недалеко от офиса Лебедева и от квартиры Печерской. Так, выходит, он жив, что ли? Нет. Это значит, что Андрей не летел тем рейсом. Понял. Девушка, а вы ищете кого-то? Да, я ищу Арину Печерскую. Вы не знаете, где она? А что, опять что-нибудь случилось? А Ариночки здесь нет. Да это я уже поняла. Да нет, дело касается ее одного знакомого. Простите, а как ваше имя отчество? Татьяна Сергеевна. Татьяна Сергеевна, мне очень нужно ее найти. И как, может, подскажете, где она может быть? Арина, она в больнице была, в роддоме. Родила она на днях. Любовник у нее, знаете, такой красивый мужчина был, но женат. Расстались они потом. А потом погиб он трагически в авиакатастрофе. А Ариночка сыночка родила от него. Здравствуйте. Здравствуйте. Разбился. Точно? Точно. Выходит, в день катастрофы Арины в городе не было? Нет. Она на даче уж как месяц жила. А вы не знаете адрес дачи? Как же, знаю. Это по загородному шоссе. Да давайте я вам сейчас объясню, нарисую, вам так понятнее будет. В детективное агентство обратилась Маша Лебедева. Ее муж Андрей пять месяцев назад погиб в авиакатастрофе. Однако Маше не дает покоя то, что его мобильный телефон продолжает работать. Детективам удается установить, что мобильник Андрей потерял в такси по дороге из аэропорта. То есть он не летел потерпевшим крушение рейсом и, скорее всего, жив. Под подозрение в причастности к исчезновению Лебедева попадает его друг и партнер по бизнесу Павел Глотин. Серег, едем к Печерской на дачу, встречаемся на загородном шоссе. Понял? Угу, давай. Ну, допустим, что Андрей мог сбежать к любовнице. Ну, такое бывает. Ну, а разбившийся самолет – это случайность, которой воспользовались Лебедев и Печерская. Меня вот что волнует. Если Андрей и Арина заранее договорились убежать, почему он тогда вышел возле ее дома в городе? Он же прекрасно знал, что она на даче. Сережа, а чего так долго? Мы уже замерзли. Не промокли. Ну, на трассе стал оканчиваться бензин. Я к первой папашке без закладки подъехал, там очередь вот такая неразил. Ну, понятно, да. Значит, Арина в доме, и Андрей, похоже, у нее. Она купила два блока сигарет и мужскую парфюмерию. Соответственно, не себе. Только интересно, почему она сама в магазин ездила, а не Андрей? Все-таки она недавно из больницы. Я думаю, потому что он скрывается, он не хочет, чтобы его нашли. Ну что ж, нам бы заглянуть туда. Пойдем. Здравствуйте. Здрасте. Вы Арина? Да. Меня зовут Игорь Петрович, я частный детектив и хотел бы с вами поговорить. Это мои помощники. Разрешите вам задать несколько вопросов по поводу Андрея Лебедева? Проходите. Хорошо, спасибо. Ну, только чего уж тут говорить. Вот я тебе купила, что ты просил. Спасибо, спасибо. Андрюшка, не просыпался? Да нет, нормально. Ну, видишь, я быстренько за 15 минут туда-сюда. Ну, чай попьешь или останешься? Да нет, я пойду мне. Делай все по горло. Проходите. Это мой сосед, папаша со стажем. Лучше всякой няньки. Да вы проходите. Чай будете? Это что-то грустно. Да у вас, видимо, разговоры длинны ко мне, да? Пожалуй. Посмотрю, симпатичный у вас домик-то. Это папин проект. Он мне архитектором был. Я вот думаю, вообще, квартиру в городе продать и сюда совсем поселиться. И Андрюшке лучше здесь будет. Знаете, я очень долгое время в себя прийти не могла. Поверить не могла. Почему вы его смертью так интересуетесь? Смертью? Насколько я знаю, признан пропавшим без вести. Во всяком случае, вдова не опознала ни одной его вещи. Так это она вас наняла, да? Ну, теперь все понятно. А что вам понятно? Да она хочет получить наследство. Знаете, вот он бы давно уже ко мне ушел, если бы она не скандалила, не устраивала истерик. Мы расстались с ним за месяц до его гибели. Теперь у меня есть Андрюшка, и я счастлива. Скажите, Арина, вот как вы считаете, мог Андрей не лететь тем рейсом? Нет. Не летел, был бы жив. А точно установлено, что Андрей этим рейсом не летел, однако пропал без вести. Да этого просто не может быть. Вы что, шутите? Он жив? Нет, я не шучу. Его запомнил таксист, который подвозил его от аэропорта и высадил, кстати, недалеко от вашего дома. Ну, он не мог поехать ко мне домой, потому что я месяц как жила уже на даче, и он об этом знал. Вот в такси он забыл свой мобильный. И на нем за день, давя катастрофу, был вызов с вашего городского номера. Да, я звонила ему как-то. Ну, я заехала за вещами буквально на час и позвонила. Ну, трудно удержаться от звонка любимому человеку, даже если вы расстались. Но, подождите, а где же Андрей? А мы это выясним. Вы знаете, он мог поехать в офис, потому что он недалеко находится от моего дома. И к его исчезновению может быть причастен Павел Глотин. Это его компаньон. Бесчестный и завистливый человек, я это точно знаю. А если вы думаете, что он у меня скрывается, то, пожалуйста, посмотрите дом. Хотите, я ключи вам от квартиры дам? Нет, спасибо. Знаете, если бы он ко мне ушел, мне в этой жизни ничего не надо было бы больше. Лен, значит, ты давай сейчас отправляйся в офис. Сереж, а мы с тобой к Глотину. Так. Ключи давай. Клиентка звонит. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Здрасте, это Лебедева. Да, слушаю вас. Я хотела сказать, что я снимаю свой заказ. А что? Я хочу отказаться от расследования. А что случилось-то? Просто я была сегодня на 22-м по счету опознаний. Среди вещей пассажиров самолета того рейса, оказывается, есть вещи Андрея. И я опознала. Вот как? В общем, все ясно, искать больше нечего. Вы уверены? Да. И давайте закроем эту тему. Хм. Поехали к клиентке. Так вот, Сережа, я поговорил с адвокатом. И он мне сказал, что если Андрей считается пропавшим без вести, то Маша сможет вступить в право на следство не раньше, чем через год. И то, пока соберет документы, подтверждающие, что он погиб в авиакатастрофе, пока подаст в суд, он же, ну, сам понимаешь, пока суд до дела, а если его признают погибшим, то Мария уже практически автоматически становится наследницей, ну, и буквально, наверное, через месяц уже сможет распоряжаться имуществом. Вот почему они торопятся, чтобы Андрея признали погибшим. Игорь Петрович, эту машину Глотину, он что, у нашей клиентки, что ли? Ну, Сережа, ты сейчас давай за Глотину, а я пойду по душам поговорю с клиенткой. Забыл, что ли, чего? Здравствуйте, Мария. Здрасте. Что еще? Я же отказалась от следствия. Вы хоть понимаете, что вы делаете? Ведь совершенно точно известно, что Андрей не летел этим рейсом, и он не погиб в авиакатастрофе. Как? А вот так. И зачем вы опознали чужие вещи, как его? Я... Я опознала вещи Андрея, я это точно знаю. Так уж и точно. Вы специально опознали чужие вещи, чтобы мужа признали погибшим. Чтобы распоряжаться его имуществом. Вы специально ввели следствие в заблуждение. И я могу это доказать. Это не я. Это Паша хочет, чтобы я скорее вступила в права. Чтобы выгоднее продать фирму. Скажите, а вы... У вас с Пашей давно роман? И это вас интересует. Да и это. Андрей вернулся в офис. Из аэропорта. Там он встретился с Павлом. А после этого Андрей пропал. И с тех пор его никто не видел. Я думаю, что к этому причастие именно Павел. Ни на какую встречу с Павлом он не мог поехать. Почему? Потому что Павел был у меня. Алло, Лена. Скажи, Печерская какие покупала сигареты? Ага. Ага. Все ясно. Слушай, мы сейчас с Сережей едем к дому Печерской. Давай-ка тоже подъезжай туда. Ага. Отбой. Игорь Петрович, а зачем нам снова на даче-то? Ведь эти двое, ну, Павел и Маша, они скорее всего сговорились. А Андрея на даче у Печерской точно нет. Или вы думаете, что она его убила? Сережа, не торопи, собейте. К детективу Игорю Лукину обратилась молодая женщина Маша Лебедева. Ее муж Андрей пять месяцев назад исчез из дома при невыясненных обстоятельствах. Маша считала, что он погиб в авиакатастрофе, но в процессе расследования удалось установить, что на потерпевшем крушении рейсе Андрея не было. Поиски Андрея выводят детективов на след его бывшей любовницы Арины Печерской. Однако она тоже считает Андрея погибшим и ничего нового о его судьбе сообщить не может. Что случилось? Где Андрей? Я же вам сказала. Что вы мне сказали? Я точно знаю, что Андрей находится в этом доме. И мне надо с ним поговорить. В противном случае я вызываю милицию. Я не обыщу. Вы не имеете права. Милиция имеет право. И следователь с ордером на обыск. Вы что-то путаете. Андрея здесь нет. Тогда дайте мне еще раз осмотреть дом. Договорились? Идите. Хорошо. Идите. Я же говорила, здесь никого нет. Здесь пусто. А здесь что? Откройте дверь. Не буду. Откройте, или я вынужден буду ее сломать. Вы не имеете права. Я вызову милицию. Отлично. Отлично. Вызывайте. Они нам помогут. Где ключи? Ключи! Выпустите меня! Ключи! Откройте! Откройте! Давайте я вам помогу. Вы кто? Давайте, давайте. Давайте, детективы. Аккуратненько. Вставайте, вставайте. Допустите меня! Если бы я хотел убить, убил бы ее давно уже! Дура! Сумасшедшая стерва! Допустите меня! Сумасшедшая стерва! Что ты наделала? Ты понимаешь, что я не смогу простить тебя? Смотри сюда. Никогда! Если бы ты меня послушала тогда... Ты меня так часто обманывал! Пять месяцев я просил тебе дать мне жизнь! Пять месяцев! Смотри сюда! Я хотел остаться с тобой сам! Ты решила приковать меня к себе! Запомни, насильно, Мил, не будешь! Я приехал к тебе сам! Понимаешь, еще раз повторяю! Хотел остаться с тобой! Ты меня обманывал! Я любил тебя! Дура! Ты убила все, что можно было убить! Возможно, это была месть Арины за то, что вы очередной раз обманули, а? Да! И когда вы ей сказали, что ваша жена беременна, Арина проверила и узнала, что Маша не носит ребенка! Арина, видимо, таким способом пыталась расправиться со мной и проучить меня за перью в этой проклятой клетке! Причем сама потом созналась, что добавила снотворного мне! Утром я проснулся, прикованным к батарее! Она выпускала меня, конечно, но до телефона, к сожалению, я так и не смог дотянуться! Я ей сказал тогда, что я приехал сам к ней, что я люблю ее и хочу с ней остаться в этот день! Но она не поверила мне! Скажите, Андрей, а вы своего сына видели? Нет! Где мой сын? Да ты что думаешь? Заперев человека в клетке, заставишь его полюбить, что ли? Я вас очень попрошу, давайте не будем здесь разбираться, выяснять отношения. Я догадался, что искать Андрея надо на даче у Печерской. Тогда, когда она купила два блока сигарет разного сорта. А Маша сказала, что Андрей курит сигареты определенного сорта. Меня только смутило, почему Андрей из аэропорта поехал на городскую квартиру Арины. У меня был звонок из городского телефона. Я подумал, что это Арина. А когда приехал к ней на квартиру, то ее там не обнаружил. Поехал на дачу. Ну, вот и все. Никогда тебя не прощу. Я устала, что ты все время меня обманывал. Скажите, что мне сейчас за это будет? Да вы нарушили закон. Статья 126 уголовного кодекса. Похищение человека. Теперь Андрею решать. Ну, у нас же ребенок. Ребенок, подумал, ребят. Андрей, ну, она вроде как вам жизнь спасла. Жизнь? Она мне? Да ничего она мне не спасала. Я сам себя спас. Вот только для чего, не пойму. Жена предала, друг предал. А любимая женщина? Вообще непонятно. Андрей, ну а сын? Андрей по-прежнему возглавляет свою фирму. С ним работает Павел. Мария уехала из города. Арина растит сына, Андрюшку-младшего. Андрей часто видится с сыном, однако Арину избегает.